Начинается дождик. Очень красиво. Вон горы такие высокие-высокие. Уже видно туман, и машины, траки всякие ездят. Очень много. Вот сейчас Memorial Day, праздник, типа, как у нас в Украине называется, поминки, то сегодня пятница, суббота, воскресенье и понедельник делают выходной, и люди не работают. Поэтому все семейные люди выезжают куда-то в лес, в лес куда-то, и берут домики на колесах, и вот едут в отдых. И мы так едем, и много этих домиков на колесах. Класс! И я хочу так поехать. Покрыты каких-то в тучках, потому что мы уже на высокой высоте от горизонта, то тут так классно. Надо очень аккуратно ездить, чтобы машину не завернуло в другую сторону, так как дождь. Красота, как в Калифорнии, красиво как. Участок, где тучи падают в горах в виде осадков. Мы сейчас в тучах едем. Вот это такая дымка, вот это все тучи, они пришли с долины в горы, и вот тут оседают, потому что не могут пройти через горы эти тучи. Высота уже между 5 и 6 тысяч фит. Это примерно где-то 2,800. 2 километра 800 метров над уровнем моря. Класс! Как горы раступились, и между ними выходит облако. Ини, ух ты! Класс! Красотища! В лагере, тут уже в каждом домике помещается 6 человек. Тут все домики сделаны кругом, чтобы сразу все так организовать. Классно, красиво как. А там двухъярусные кроватки? Да. Да. Двухъярусные кроватки там стоят. Ух ты! А там туалета и ванна нет. Там именно душ есть в каждом домике. В каждом домике душ есть. И туалет тоже, и туалет. И туалет. И туалет есть. Ого! Мохом как. Покрыты ветки. Классные, как бы, общественные. Тут есть мы сейчас видим до центрального здания. Она прям на ветках. Красиво. Ого! Вот видите, такой своеобразный мостик через ветер. Накрытый. Ой, какой красивый. Красиво как. Вот тут очень быстро к ней у деревья, потому что очень здесь сыра. Ну, в этом лесу есть даже... Ух ты! Ну, в этом лесу есть даже жилые дома, в которые семьи живут. Но тут можно... Тут оно вообще холоднее, чем в Сакраменто жить. И тут даже опасно чуть-чуть, потому что здесь пожары иногда бывают. Вот это центральное здание. Вот центральное здание лагеря. Пойдем сейчас наверх. Класс! Главное здание. Вот это самое большое. Оказывается, здесь будет служение проходить и столовая. С левой стороны, в самом дальнем, там кухня. Ну, автомат стоит. Как же здесь все пахнет. Такой пол, все деревом. Очень. А тут вот эти двери, как только я увидела, сразу фильм не вспомнился. Ой. Красиво как. И дождик идет. Но когда начнется лагерь, то будет еще красивее. Вон там площадка в баскетбол играть, в волейбол можно. Вот этот колокольчик, наверное, когда всех зовут в столовую или как. Говорят, что тут еще медведи водятся. Настоящие. Какая же здесь красота. Все, пошла я. Ой, сейчас покажусь. Красиво по территории. А как увидела, эти большие сосны. Ну, это вообще интересно. В таких больших соснах есть шишки какие-то? Ну, я видела какие-то большие шишки, но я не знаю, или это от этого. Вообще, такие огромнейшие деревья. Я даже таких никогда не видела. А столбур здесь вообще мохом очень покрылся. Вау, как же здесь красиво. Вот одна ветка, один куст, внизу зеленый и потом переходит в красный оттенок. И колючие. И колючие такие. Класс. Как же мне здесь очень все нравится. Вот стоит домик. Вот этот домик такого плана двухэтажного на шесть человек в сутки 60 долларов стоит, чтобы снять. Если вот семья, например, хочет семьи, которые дружат, например, то они могут выехать в такой лес и на несколько дней, на несколько суток просто арендовать и вот такой домик. Получается, если на шесть человек, например, ну, две, например, семьи, то по 30 долларов за сутки вот в таком домике классно можно. Там все удобства есть. Вон та баня стоит. Это сейчас греет для кемпа. Как же все здесь красиво. Дождь наконец-то закончился. Какие же шишки. Вау. Очень красиво. Пошла я дальше смотреть. А, только что было, еще смотрела, такой был огромнейший бассейн. Ну, где-то, может, на длину, длиной он 10 метров может где-то так. И в глубину, ну, может, метра три. Ну, начиная с не такого небольшого, где-то полтора метра, а потом где-то до трех метров глубина. Сейчас выпустили всю воду, и сейчас его чистят, чтобы подготовить все к лагерю. Лагерь будет в июне у нас. Ой, какой же здесь запах чистый. Говорят, надышишься этим запахом, потом приезжаешь домой, и потом просто засыпаешь от того, что надышался, легкие набрались чистым воздухом, и вообще очень оздоровил свой организм. Поэтому часто можно ездить с семьей, дышать этим воздухом. Вот такая красотища в Калифорнии. Все, пока-пока!